Палаты для новорожденных и будущих мам фактически готовы. Не хватает только мебели и оборудования. В завершающей стадии находится строительство Щелковского перинатального центра. Особое внимание социальному объекту уделяет правительство Московской области. Всего две недели назад ход работ проверил зампред правительства Максим Фомин. И уже в эти выходные нанес еще один рабочий визит. Посетим его еще через две недели, посмотрим, как идет динамика. Сегодня посмотрели, действительно, темп очень хороший. И достаточно большое количество людей на объекте работает. В общем-то, мы сейчас перешли уже в стадию от какой-то физической работы. Ну, только осталось немного, скажем так, навести красоту. Основное это сейчас мебель и непосредственно чистка помещений, уборка. Открыть его, это уже май-июнь месяц. То есть эти сроки мы перед собой ставим. Сейчас в центр уже завозится оборудование, в том числе аппарат для МРТ и медицинские консоли. На площади в 35 тысяч квадратных метров разместятся акушерский стационар на 150 коек, педиатрия и гинекология. Перинатальный центр будет отличаться от обычного роддома, усиленной реанимации, возможностью помогать беременным женщинам с патологиями. После открытия медучреждение сможет принимать до 250 посетителей в смену. В ходе совещания в перинатальном центре обсудили комплексный подход к благоустройству территории. Помимо освещения, озеленения и малых архитектурных форм, планируют привести в порядок фасады прилегающих зданий, жилых домов и корпусов больницы номер 2. Также в ближайшие месяцы должно исчезнуть последнее напоминание о старом роддоме. Документация для сноса здания подготавливается. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова